Здравствуйте! В Крыму состоялся референдум о судьбе полуострова. Почти 97% проголосовавших выбрали воссоединение Крыма с Россией. Страны Запада негодуют. Никогда, говорят страны Запада, регионы не провозглашали свою независимость против воли государства, из состава которого они собираются выйти. Мы такое никогда не признаем. А постоянный представитель США при Совете Безопасности ООН Саманта Пауэр прямо так и сказала постоянному представителю России Виталию Чуркину. Любой референдум в Крыму должен проводиться в рамках украинского законодательства. Конец цитаты. Ну что же, может быть Саманта Пауэр плохо училась в своем Гарварде. Но ведь сама Украина в июле 90-го года приняла декларацию о государственном суверенитете еще до того, как СССР прекратил свое существование. А поскольку этого как-то никто не заметил, то через год, в августе 91-го года, Украина провозгласила независимость еще раз. Для надежности. И снова заметьте, до того, как СССР прекратил свое существование. Более того, 1 декабря 91-го года, еще до того, как СССР прекратил свое существование, Украина провела, вы не поверите, референдум о подтверждении акта провозглашения независимости Украины. Никак не по советским законам. Так что нынешний суверенитет Украины, который так признает госпожа Пауэр, был провозглашен трижды по ее понятиям незаконно и нелегитимно. Да что там одна Украина? Вот как раз сейчас исполняется ровно 23 года референдуму о сохранении СССР. 17 марта 1991 года 76,5% проголосовавших высказались за сохранение Советского Союза. Но вот незадача. К тому моменту уже три региона СССР в одностороннем порядке провозгласили свою независимость. Более того, провели соответствующие референдумы. Совершенно, по мнению Саманты Пауэр, незаконные и нелегитимные. Причем в отличие от абсолютного согласия населения Крыма, в Эстонии 20%, а в Латвии почти 25% высказались против независимости от СССР. Четверть проголосовавших. Какая уж тут легитимность. Незаконно и нелегитимно, по мнению стран Запада, провозглашенная независимость Литовской Республики была еще 12 февраля 1991 года, именно по результатам референдума, признана другим государством. А именно, Исландией, европейской страной, членом НАТО. Повторю еще раз. Почти за год до прекращения существования СССР, когда, как говорится, ничто еще не предвещало. Европейская страна, член НАТО, признала незаконно и нелегитимно, по мнению современной Европы, провозглашенную государственную независимость одного из его регионов. Действительно, как говорит премьер-министр Дмитрий Медведев, аберрация сознания какая-то. Надо ли говорить, что три прибалтийских республики совершенно незаконно саботировали проведение референдума о сохранении СССР на своих территориях. А кроме них, его саботировали Молдавия и Армения. А Грузия его проведение так и вовсе запретила. И все эти регионы провозгласили свою независимость до прекращения существования СССР. Так что уж тут вспоминать про Косово. Мы с вами прямо сейчас имеем в Европе несколько стран, суверенитет которых базируется на незаконных и нелегитимных, по мнению Запада, референдумах, проведенных с нарушением Конституции и законодательства СССР. И эти страны признаны мировым сообществом. Они входят в ООН. Некоторые из них в Европейский Союз, а некоторые даже и в НАТО. И как вы прикажете все это понимать, госпожа Саманта Пауэр? Но самое интересное я оставил на сладкое. Ровно 18 лет назад, 15 марта 1996, Государственная Дума Российской Федерации как правоприемницы СССР признала результаты референдума 1991 года юридически значимыми. И в соответствии с ними отменила постановление Верховного Совета о денонсации договора об образовании СССР. То есть, только никому не говорите, юридически Советский Союз до сих пор существует. И есть что-то символическое в том, что именно в эти дни незаконно и нелегитимно отторгнутые от него территории и люди начинают возвращаться назад. До свидания.